Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня, сегодня я хотела поговорить про обработку наших томатов от вредителей. Но я, конечно, главным делом буду говорить про белокрылку. Все знают, что у меня в этом году впервые в жизни появилась белокрылка. И вот я с ней борюсь, и я хочу поделиться своими успехами, или там не успехами, ну все есть. И рассказать вообще про обработку теплицы от насекомых. Начну общее, не просто про белокрылку, а смотрите, пошел уже второй месяц, как мы высадили. Вот кто высаживал в одно время со мной в конце апреля, пошел уже второй месяц, как томаты наши сидят в теплице. И если сначала, пока было холодно, вот у нас никаких насекомых, считай, что не было, я высадила 24 апреля, еще и которые в почве живут, они еще там, наверное, не проснулись, было холодно, и не летал никто, то сейчас очень много разнообразных и ползают, и летают, и вот шастают здесь все. Сегодня опять нашла скопище муравьев, надо вот от муравьев поставлю приманки. И, конечно, в это время обязательно нужна обработка от насекомых. Обработки могут быть разные. Я уже говорила много-много раз, что у кого есть время, тот пытаются обрабатывать народными средствами. Вот это вот отпугивание, чесночное опрыскивание я делала один раз в этом году. Но я знаю, что я народными средствами не потяну, потому что у меня не хватит времени, я обязательно забуду. Представьте, все их пропосынковать, все еще, я еще, короче, последние высаживаю. Первые уже с помидорами висят, уже делаю подвязку, по третью, по четвертую. Я знаю, что народными средствами не потяну, потому что народные средства, они более мягкие, не такие агрессивные, не такие токсичные. И для того, чтобы от насекомых полностью защититься на 100%, нужно делать их хотя бы раз в неделю. Это, короче, каждую неделю, каждую неделю, каждую неделю я сразу говорю, что мне это не подходит. Я сделала один раз, вот чтобы белокрылка сюда не залетала, все. Ну и как профилактика от фитофтора, это я про чесночное говорю. Я сразу, вот и я весной говорила, что я останавливаюсь вот на таких, на фабричных, на химических инсектицидах. И если бы у меня не завелась нынче на усадьбе вот эта вот мадам белокрылка, то я могла бы обработать хоть чем. Есть Интовир, ИнтоЦМ, обрабатываю простым, вот таким самым дешевым средством, на котором написано, убивает там 30 или 60 насекомых. Делаю обработку просто по инструкции, по всем правилам, как положено, или вечером, или утром, прохожусь вот так. И на какое-то время я спокойна, что здесь никого нет. Почему я не боюсь химическими обрабатывать? Вот потому что, во-первых, смотрите, здесь нет никаких еще плодов в помине свежих. Хотя у них вот у этих усиленно действующих есть большой период ожидания. Фитовермом здесь обработать, ну как нереально, его нужно очень много. А вот эти капсулы, ее берешь, капсулу на 10 литров, разводишь, ну любую, вот например, таблетку, вот на ИнтоЦМ, например, вот к примеру я говорю. Я имею и яблони обрабатываю, и огород весь, потому что здесь очень возможно, как очень высок риск, что заползут вот эти вот насекомые. Тут и бабочки какие-то летают, и мураши тут, и паутинный клещ может завестись. Ну короче, обработки нужны, вы сами это понимаете, что лучше профилактическую сделать обработку, чем потом бороться. И вот про белокрылку. В этом году у меня завелась белокрылка, но здесь ее я не наблюдала. Ой, подождите, уронила. Подождите, все развалилось у меня. Хотела сейчас показать вам вот это средство, которое я выписала. Когда у меня завелась белокрылка, я попросила помощи у зрителей, и мне сказали, что лучшие средства вот это топеки, и я сразу сказала, что у нас их нет. Когда я пришла, спросила в магазин, продавец сказала, что даже не слышали о таком средстве, мне пришлось выписать через, ну, из интернет-магазина. Вот я ждала, наконец-то мне пришла эта передачка. И сейчас снова мне нужна помощь зрителей, потому что, смотрите, никакой подробной инструкции в интернете я не нашла. Мне дали вот эту вот, ну, как сказать, инструкцию, ну, от руки напечатанную. Тут написано 2 грамма топеки на 5 литров воды. Ну, написано, как раствор разводится, это все я поняла. Потом, опять же, вот эта вот норма расхода, и написано, культура. Картофель 1 грамм на 1,5-3 литра, потом, ну, яблоня, розы, хризантемы. Про томаты вообще ничего не написано, я когда сунулась в интернет, я не нашла никакой инструкции подробной вот к этому топеке. И на какой именно овощ написано 2 грамма на 5 литров воды. Но я сделала так. И тут же написано, что за сезон, ну, нельзя проводить более трех обработок, интервал 7 дней, вот я сейчас сижу, жду 7 дней, период действия защиты растений до 30 дней. Вот смотрите, проблема в том, что я сейчас обработала один раз, в субботу в прошлую, вот я до следующей субботы жду, сижу. Обработала я все теплицы, так как в открытом грунте у меня еще не высажено, и мне вот придется делать обработки, ну, как, сначала теплицы обработаю, потом высажу, когда в открытый грунт, там еще раз придется обработать. И здесь вот через 7 дней буду обрабатывать еще раз. Я как поняла, почему нужна эта обработка, потому что, ну, возможно, не все листья смочишь во время первой обработки, где-то, может быть, тут яйца лежат, которые потом вылупятся, но это всегда обычно. Сначала одних убиваем, потом через некоторое время яйца вот эти. Ну, не знаю, я буду делать вторую обработку. Но дело в том, что, подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то пользовался этим средством, так как у меня не было белокрылки, у меня никогда и не было этого Теппеки. Все, я развести-то его развела, развела, побрызгала. Меня интересует, какой срок ожидания после обработки, вот за сколько до употребления, например, овощей, можно обработать вот этот Теппеки, насколько он токсичен. Ничего не написано в этой инструкции, но ясно, что это вот интернет-магазин, ну, это тоже какой-то частник, его содержит, он торгует, не знаю, он вот вкладывает вот эти маленькие, ничего здесь, никаких фабричных нету, ни инструкции, раз он не наш, этот препарат польский. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что это пригодится не только мне, это пригодится, может быть, другим. Я расскажу потом о результате, действительно ли это такой действенный, что вот он все уничтожит. И хочу пару слов сказать. Вот сейчас после обработок, сейчас сделаю вторую обработку и буду вешать вот эту ловушку клеевую. И в первом видео я сказала, что я их развешиваю просто, ну, чтобы пока вот это средство мне не придет, чтобы чуть-чуть сдерживать численность. И я была к нему настроена как бы так небрежно, я не думала, что они такие эффективные, но когда я вот с той теплицы, где у меня действительно была белокрылка, я их сняла, я начала считать, я даже сбилась. Более ста белокрылок прилипло вот на эту ленточку. И я теперь о нем совсем другого мнения, что оно действительно эффективное, что вот этих взрослых особей, хотя бы оно вот это переловило, прилипло к нему, и хотя бы эти взрослые особи за это время не дали, вот пока я ждала неделю с интернет-магазина, не дали новое потомство. Я как посчитала, у меня волосы зашевелились на голове. Вот эти, если сто, которые прилипли к ловушке, если бы они все отложили яйца, они откладывают по сто каждое, это было бы еще сколько сто на сто? Это что, тысяча или даже? Ну, короче, я даже не буду считать, это огромная армия белокрылок была бы уже у меня сейчас. Так что у кого заметили вы белокрылку, если их мало, повесьте, пожалуйста, клеевые ловушки. Это действенный метод. Вот я теперь в этом убедилась, могу всем посоветовать. Хотя я сначала думала, ну, это так, как-то, знаете, детский лепет, думала, одна, два, две, может, прилипнет. Потом все вот, я обработала один раз теппеки, потом повешу сейчас, обработаю второй раз, повешу клеевые ловушки, потому что вдруг залетят еще откуда-то в теплицу, даже если в теплице не будет белокрылки. И в конце этого видео я хочу сказать, даже если вы не видели у себя белокрылок или каких-то других насекомых, они могут, знаете как, есть же скрытно живущие, вы можете увидеть их очень поздно, и все-таки вот через месяц, после высадки растений, обработку от насекомых, я вам советовала бы сделать. И как я думаю, что даже если будете такими резкими инсектицидами обрабатывать, к тому времени, пока у нас нальются, созреют плоды, я думаю, все это вредное уйдет, потому что у нас и плодов-то еще нету, но охраняться, оберегать себя от насекомых, вредителей уже нужно. Я вот нынче с белокрылкой сильно обожглась, опростоволосилась, и все. Ну, конечно, я буду все потом вам рассказывать, вот сейчас уже первый вывод я сделала, что клеевые ловушки тоже могут нам помочь, про топеки ничего пока не могу сказать, напишите кто-нибудь, насколько он вреден, как он вообще действует, сколько раз вы обрабатывали, почему-то написано более трех раз, вообще нельзя, это что значит, он очень токсичен или что. В интернете, смотрю, вся информация очень скупая, и вся однообразная, одно и то же, одно и то же, про розы, хризантемы, и про озимовую пшеницу, про картофель, по другим почему-то расклада, нет, все, до свидания, не буду вас задерживать, это Ольга Чернова, и это про обработку от вредителей.